МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сохранить, значит, приумножить. В Карачаево-Черкесии реализуется проект, направленный на развитие национальной литературы народов Северного Кавказа. А начнем вести в субботу прогнозом погоды на сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня Международный день Организации Объединенных Наций. В 1971 году на 26-й сессии Генеральная Ассамблея провозгласила этот день международным праздником и предложила всем государствам отмечать его. ООН – это международная организация государств, созданная в целях поддержания и укрепления международного мира, безопасности и развития сотрудничества между странами. В настоящее время в его состав входит 193 государства. Не выкидывайте книги, а подарите нам. С такой просьбой обращаются к жителям Карачаева Черкесии научные работники Республиканской библиотеки имени Халимат Байрамуковой. При этом при получении книжного подарка в библиотеке пристальное внимание обращают на те книги, которые спрячут сейф и никому не покажут. Подробности выяснял Руслан Кармазов. – Нам за последнее время достаточно много приносят, как бы люди не хотят выбросить книги, приносят нам. Вот здесь мы очень серьезно все отслеживаем. Если мы хотим что-то взять для себя в библиотеку, значит, мы обязательно должны просмотреть эту всю литературу. – А бывает, что люди приносят, а там выявляется экстремистская литература? – Бывает. Один раз было. Больше пока не было. – Но однажды было. – И человек не знал, что это литература экстремистская? – Нет, конечно. Причем эта книга была, по-моему, 2018 года. – Даже такая свежая? – Да, даже такая свежая. Почему? Потому что человек уезжал и принес нам достаточно большое количество литературы. И когда мы это все смотрели, то есть отбор делали для фонда, мы выявили вот такую книгу. Почему? Потому что внимательно смотрим, работаем со списками. И когда работаем, то, конечно, уже в памяти откладывается что-то. – А у меня такой вопрос. Если, допустим, куда-то переезжаю или дома ремонт делаю, ну и хочу избавиться от вот таких книг, думаю, ну что они пыль будут, подарю библиотеку. Если вдруг там выяснится, какая-нибудь вот книжка экстремистская, вы ее примете на баланс и в сейф засунете, положите, или же напишите куда-нибудь, вот пришел такой товарищ с книжками, а у него такая… Потому что, знаете, я почему спрашиваю? Чтобы люди не боялись приносить книги, что кто-то настучит на них. – Нет, люди… – Все-таки мы страна, пережившая 37-й год. – Ну да, нет, люди не боятся приносить, потому что приносят, в общем-то, не каждый хочет себя афишировать, они себя не афишируют. Просто мы хотим подарить библиотеке. – Все, и вы паспортных данных не спрашиваете? – Все, паспортные данные не спрашиваем, поэтому отбор делаем самостоятельно и уже вот в ходе этого отбора бывает, что выявляем. Ну, пока только один такой случай у нас был. О том, как книги попадают в экстремистский список и нужно ли вводить цензуру, эту тему мы раскроем завтра утром в программе «События недели». В воскресенье в 8 утра Руслан Каркмазов представит литературное антиэкстремистское исследование. В Кисловодске появится Центр абазинской культуры. В нем туристов будут знакомы с традиционной культурой, обычаями и ремеслами народа. Местная администрация выделила для строительства Центра 1600 квадратных метров земли. Этот проект реализуется местной национальной культурной автономии «Абазин Абазашта». Строительство ведется на собственные средства активистов при поддержке меценатов и жителей города. В Центре будут представлены исторический музей, кухня, сувениры. Помимо экскурсий здесь предполагают проводить свадебные обряды, концерты и кружки по изучению абазинского языка и танцев. Исторический культурный объект имеет очень важное значение, особенно для народов, которые на сегодняшний день считаются малочисленными. Сохранение культурного наследия является первостепенной задачей для любого народа. Каждый народ имеет право сохранить, приумножить и передать своим потомкам то, что накапливалось тысячелетиями. И вот в этом проекте очень много обозначено интересного. Это и передача этнокультурных ценностей, и исторического знания, это и народные промыслы, это и музыка, и танцы. И один момент, прям все, была готова уехать. А сейчас я ее по стиль сделала, ну вот, все приготовила. Карачаево-Черкесия по праву стала центром развития для начинающих писателей Северного Кавказа. Проект «Пишение в стол» реализуемый клубом поэтов и писателей Метрум был поддержан фондом президентских грантов. На что направлен проект и кто такие волонтеры культуры, расскажет гость нашей программы Баладжан Джукаева. Здравствуйте, Баладжан. Спасибо, что пригласили нас в гости. Мы вот сегодня находимся у вас в культурно-творческом центре Метрум. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь? Здравствуйте, Руслан. Спасибо, что пришли. Занимаемся мы многими вещами в культурной направленности. Если начинать с самого начала, то основан наш центр был на основе клуба поэтов и писателей Метрум. Затем, когда мы уже были полны сил и решимости, мы создали организацию некоммерческую, Центр литературно-художественного и культурно-простительского развития в Крачаево, Черкесской Республике. И теперь наш центр многофункциональный. На его базе функционирует детская театральная студия, школа изобразительных кост, клуб поэтов и писателей. И также мы являемся центром культурного волонтерства в Республике. Но я считаю то, что культурное волонтерство у нас зародилось с самого начала. И просто недавно мы облегли официальный статус. Говоря о волонтерах культуры, кто они и чем они занимаются? Это всероссийское движение, имеющее на своей основе не только правовой какой-то статус, но и очень мощный идеологический статус. В целом, если брать официально волонтеров культуры в России, то есть это АВЦ, волонтеры культуры, то это одна из самых молодых организаций. Она была официально организована в 2019 году, но, как показала статистика, набирает свои обороты и является самым популярным направлением в волонтерстве. Волонтеры культуры — это люди, которые не всегда являются какими-то культурными деятелями, в том числе и культурные деятели, которые рдеют, живут и борются за сохранение и развитие культуры в своих регионах. Сохранить — значит приумножить. Это наш девиз. То есть мы работаем по нескольким направлениям, но эти слова, в них заключается идеология. То есть мы сохраняем нашу самобытность и развиваем новые культурные направления в республике. — Баладжан, я знаю, что Ваша организация уже реализовывала проекты и организовывала мероприятия. И самым, наверное, известным на данный момент проектом является проект «Пиши не в стол». Расскажите, пожалуйста, поподробнее. — Я могу уверенно назвать проект «Пиши не в стол» — школа литературного наставничества для начинающих писателей Северного Кавказа флагманским проектом, который к тому же получил поддержку фонда президентских грантов Российской Федерации. — Проект направлен на сохранение и развитие национальных культур и литератур поэтов и писателей, которые только начинают свой путь и проживают на Северном Кавказе. Что немаловажно, проект направлен на сохранение национальных языков. Как мы знаем, это очень острая проблема для всего Северокавказского округа. Сейчас мы находимся уже на завершающем этапе заочной части проекта. Со всех республик СКФО поступили заявки, потому что мы провели очень эффективную информационную кампанию. И даже есть представитель Казахстана одна девушка и Московская область Санкт-Петербург. То есть мы, сами того не понимая как, расширили очень сильно географию проекта. В итоге 50 лучших стали участниками заочного этапа. Прошли очень эффективное и очень насыщенное онлайн-обучение. Мы привлекали спикеров со всей России, которые печатаются, которые успешны в своей области. Кроме того, у нас была разработанная образовательная программа, которую провели. И Евгения Черняева и Мадина Хатукаева, наши, так сказать, члены клуба «Мэтром», которые были с самого начала и являются реально экспертами в своей области. Очень приятно то, что у ребят, участников, помимо того, что они молодцы, талантливые, они пишут на данный момент очень холебные отзывы о нашем проекте. И я надеюсь на то, что в дальнейшем, после того, как мы реализуем проект, будет создана ассоциация писателей Северного Кавказа и, соответственно, на базе клуба поэтов и писателей «Мэтром». То есть мы хотим в этой области стать во благо нашей республики лидерами. Поделитесь секретами, чем Центр культуры и творчества «Мэтром» будет дальше удивлять? Ну, поделюсь, что планы у нас достаточно амбициозные. Мы только начинаем свой плодотворный многолетний труд. Я считаю, что организация должна существовать до тех пор, пока она не выполнила задачи, которые перед собой изначально поставила. Задач у нас много. Все они направлены на развитие культуры в регионе, на то, чтобы жители нашей многоациональной, многокультурной республики не только жили в мире и согласии культурном, но и прониклись взаимообогащением, наставничеством. То есть это очень важно. Кроме того, у нас в реализации несколько проектов. Мы ежегодно проводим поэтические фестивали. На базе нашего Центра культуры и творчества на постоянной основе проходят мероприятия, собрания, встречи с известными культурными деятелями. И вот мы стали участниками нового конкурса фонда президентских грантов с проектом, направленным на коррекцию дефицита внимания и гиперактивности у младших школьников республики методом театротерапии. То есть у нас многозадачные планы, но главное – это команда, главное – это душевное рвение. Пока мы можем, пока мы хотим, пока нам позволяет наша вот эта вот энергия, мы будем работать, а в дальнейшем, я думаю, то, что появятся новые люди. И Центр культуры и творчества метро, я в это верю, будет еще долго радовать, может, даже несколько поколений жителей нашей республики. А мы только на самом начале пути. Кроме того, я хочу воспользоваться этой ситуацией и пригласить вас, вашу съемочную группу, на очный этап проекта «Пиши не в стол», который пройдет с 6 по 8 ноября в поселке Дамбай. Там соберутся лучшие из лучших участников, спикеры, в том числе гости из Москвы, Министерство культуры будет участвовать. Поэтому буду очень рада вас видеть, потому что нам очень важно ваше участие в этом проекте. Спасибо огромное за приглашение. Мы обязательно постараемся принять участие. И, конечно же, мы и наши телезрители желаем вам удачи в дальнейшей реализации ваших проектов. Сегодня особенный день для любителей спорта. В 2.3 на 0 по московскому времени пройдет бой нашего чемпиона Хабиба Нурмагомедова. В этот раз ему противостоит грозный соперник Джастин Гэджи. Напомним, что на счету Хабиба это уже третья защита титула, а его профессиональный рекорд составляет 28-0. Бой будет проходить на бойцовском в острове в Абудабе. На этом субботний выпуск вести подошел к концу. Приятного выходных и всего доброго.